Друзья, сегодня не будет обзора событий в республике за неделю, по крайней мере, в привычном формате нашего канала. Хотя бы потому, что, ну, совсем не хочется обсуждать прогноз погоды или столкновение автомобиля с каким-нибудь оленем на дорогах Башкортостана. Ну, пока, в новостной повестке, это главное событие, информационное пространство республики замерло, его высушили до нельзя, и вот, в общем-то, говорить, собственно, сегодня не о чем. Но в образовавшемся информационном вакууме я предпочту сделать то, что обещал сделать уже давно, а именно разобрать и проанализировать те модели поведения избирателей на грядущих выборах в сентябре 2024 года, о которых мы говорим давно. Очень многие меня упрекают, что я обещал-обещал сделать вот этот разбор, дать какие-то рекомендации, анализ и так далее. И вот сегодня, наконец-то, это случится. Начнем мы, пожалуй, с того, как разделились планы избирателей в рамках нашего опроса в телеграм-канале «Открытая политика». Хотя, конечно, безусловно, этот опрос нельзя воспринимать как истину в последней инстанции, но все-таки мы сумели охватить каждого 600-го избирателя в регионе. Согласитесь, это немало. 4,5 тысячи человек и даже больше. И на данный момент варианты и голоса распределились следующим образом. 37% голосовавших отдадут свой голос любому другому кандидату, но только не радио Хабирову. 27% вовсе отказываются от участия в выборах и заявляют, что на выборы они не пойдут ни при каких обстоятельствах. 26% голосовавших отдадут свой голос радио Хабирову и 10% намерены испортить избирательные бюллетни. Вот эти четыре позиции мы с вами разберем с точки зрения возможных фальсификаций и недостижения избирателями своих целей. То есть, каждая из этих четырех позиций – это определенная цель. Человек голосует за Хабирова, человек голосует против Хабирова, человек вообще не голосует или он портит бюллетень – это определенная позиция и, в принципе, достижение какой-то цели для конкретного человека. Так вот, мы проанализируем все эти варианты с точки зрения недостижения искомых целей. Говоря о возможных фальсификациях результатов выборов, мы можем выделить три основные базовые технологии. Первое – это вброс бюллетней. То есть, когда какие-то злодеи заполняют фиктивные бюллетни, вбрасывают их тайно в избирательную урну, потом избирательная комиссия принимает эти бюллетни во внимание, тем самым результат за какого-то из кандидатов увеличивается. То есть, те самые знаменитые вбросы, видео которых мы многократно наблюдали в различных социальных сетях и даже иногда в официальных новостях российских СМИ. То есть, мы вот эту технологию воспринимаем как вполне себе вероятную. Дальше идет вот такая фальсификация. Это когда при подсчете уже использованных бюллетней в рамках подведения итогов в конкретном избирательном участке за каждого кандидата складывается стопочка. Вот там 500 за Пупкина, там 800 за Папкина и 900 за Мамкина. Так вот, технология фальсификации заключается в том, что берется бюллетень, в котором галочка стоит за Пупкина, а кладется она в стопочку за Мамкина, условно говоря. И тем самым, опять-таки, количество голосов за какого-то конкретного кандидата фальсифицируется, увеличивается и так далее. То есть, это называется перекладывание из стопочки в стопочку. И третий вариант фальсификации это переписывание итогового протокола. То есть, это самый наглый и самый такой вопиющий способ фальсифицировать результаты, когда результат один, а в протокол пишут результат другой, который нужен кому-то. То есть, вот Пупкин не набрал там большинства, а пишут, что набрал. То есть, и вот этот вот итоговый протокол участковой избирательной комиссии передается в территориальную избирательную комиссию, там суммируются все участки по этому тику, и дальше передается в ЦИК, ну и, в общем, формируется конечный итоговый протокол выборов, который уже оглашает центр сберком. То есть, вот такие три способа фальсификации мы будем рассматривать в контексте каждой модели поведения избирателя. Ну, в контексте вот именно этих вариантов злоупотребления рассмотрим варианты действия избирателей на выборах в сентябре 2024 года. Если избиратель, протестуя против кандидатуры, например, ради Хабирова, голосует за любого другого кандидата, который указан на бюллетне, то подобный бюллетень с большой вероятностью будет именно переложен в стопочку Хабирова. Подсчет голосов происходит за закрытыми дверями. Учитывая то, что нынешние так называемые конкуренты ради Хабирова на выборах более чем благорасположены к действующему главе региона и, как мне представляется, протестовать особенно и не станут, наблюдателей на выборах как таковых эффективных сейчас на выборах практически не будет. Соответственно, за закрытыми дверями можно формировать любые стопочки. И приходим к такому выводу, что вот это протестное голосование за кого-либо на самом деле не работает. Вы спросите, почему не работает, ведь мы же на самом деле проголосовали за другого кандидата, посмотрите вон наши бюллетни. Но давайте проследим судьбу бюллетней после выборов. После того, как сформированы вот эти стопочки, все это собирается в кучу, записывается результат в итоговый протокол, а сами бюллетни опечатываются в мешки и увозятся в архив Центризбиркома. Хранятся они там где-то по подвалам районных администраций или в самом ЦИКе, это не так уж и важно. Но доступ к этим мешкам категорически закрыт. Они правда там лежат. И очень хотелось бы когда-нибудь взять и пересчитать заново и посмотреть, каковы были результаты выборов. Но нет. И Центризбирком, и все суды строго стоят на страже тайны этих мешков. Ни разу еще не случилось такого, чтобы кто-нибудь добился вскрытия этих мешков и пересчета голосов. Ну, по крайней мере, на моей памяти такого не было. Один прецедент как-то раз приключился в Нефтекамске на каких-то местных выборах. Там очень уж закусились горячие нефтекамские парни и даже добились решения какого-то местного суда о том, что мешки нужно вскрыть и пересчитать заново. Так на следующее утро в этом помещении, где хранились мешки, случился внезапный пожар. И все сгорело. Ну, замкнула, понимаете, проводка. И все. И считать нечего. То есть я прихожу к выводу, что вариантов проверить результаты выборов, даже если вы проголосовали за другого кандидата, никаких у нас, к сожалению, сейчас нет. Если же избиратель окончательно потерял доверие к избирательной системе родной страны и не собирается идти на выборы, то тут, конечно же, в ход могут пойти технологии вброса. Потому что на избирательных участках будет накапливаться достаточно большое пустых бюллетней. Большое количество этих бюллетней. Избирательные фальсификаторы, заглянув в тетрадь голосования, поймут, что вот тут не пришло там 100, 200, 500 человек. К концу рабочего дня, а у нас теперь трехдневные выборы и трое, три ночи, как говорится, имеется в запасе, соответственно, можно сформировать вот эти вот вбросы. Даже пользуясь легальными бюллетнями избирателей, которые просто не пришли на выборы. Соответственно, здесь тоже вариант того, чтобы протестовать при помощи не прихода на выборы, не очень-то и работает. Получается, что, ну, как многие говорят, ваш голос украдут в пользу того кандидата, против которого вы как раз и протестуете, не придя на выборы. Тоже, как говорится, не вариант. Обсуждать стратегию тех, кто собирается отдать свой голос за ради Хабирова, мы, пожалуй, детально не станем. Я, безусловно, понимаю, что голосовать за Хабирова – это в том числе право любого человека. Ну, в конце концов, мы все вправе совершать ошибки, либо совершать правильные действия, мы, взрослые люди, принимаем решения. Единственное, что хотелось бы напомнить, что не существует такой обязанности голосовать за ради Хабирова, даже если вам об этом твердят на предприятии, даже если вам намекают, что нужно сфотографировать свой бюллетень и прислать своему начальнику, как подтверждение лояльности нынешней власти. Хочу напомнить, что такой законной обязанности граждан не существует. Вы всегда вправе отказаться, если вас принуждают к какому-либо голосованию за какого-либо кандидата. Теперь рассмотрим вариант порчи бюллетня. 10% наших опрошенных заявили, что они собираются испортить бюллетень в знак протеста против того, как устроены эти выборы у нас в Башкирии, какие кандидаты и так далее. Каждый протестует по-своему. На самом деле, я никого не призываю портить бюллетни, но напомню, что в принципе человек вправе поступать со своим избирательным бюллетнем так, как он считает нужным в рамках российского законодательства. Он может как угодно его заполнить, что угодно на нем написать, опять же в рамках законодательства какие-то оскорбительные надписи, конечно, не приветствуются и так далее. То есть, лично в моей коллекции у меня есть парочка избирательных бюллетней, которые мне выдали на выборах парочки российских президентов. Что случится с бюллетнем, если он испорчен? А испорчен он в любом случае, если на нем, например, стоит несколько галочек напротив нескольких кандидатур, это уже испорченный бюллетень. Если на нем что-то написано, нарисовано и так далее, это тоже испорченный бюллетень. Если он порван пополам, он тоже испорчен. И если он даже не заполнен, то он просто пустой и тоже формально испорчен. Так вот, эти бюллетни заносят в категорию испорченных. То есть, они не прибавляют голосов какому-либо кандидату, это по закону так. А на практике иногда получается, что эти бюллетни аккуратно подкладывают, опять-таки, в искомую стопочку. И существует вероятность того, что недобросовестная избирательная комиссия может учесть этот испорченный бюллетень как бюллетень, проголосовавший, например, за какого-то кандидата. И опять-таки, возвращаемся к уже сказанному, мы никак не можем проверить, что лежит в этих опечатанных мешках с нашими бюллетнями. Так что портить бюллетень, это как минимум просто увеличить явку на выборы, а это очень хочется сделать власти. Они хотят показать массовость избирателей, что они участвуют в процессе, что они там, значит, как-то заинтересованы и так далее. А как еще один вариант, это отдать голос за того кандидата, за которого вы вовсе не хотели отдавать голос. Такой вариант тоже, к сожалению, присутствует. А теперь я поделюсь своими соображениями, по крайней мере, субъективными предположениями о том, как это все будет работать в сентябре в Башкирии. Несмотря на то, что сейчас практически не будет никакого конфликтного независимого наблюдения на этих выборах, партии не будут отстаивать свои интересы, по крайней мере, всерьез, так мне кажется. Ну, по крайней мере, так мне кажется, глядя на тех кандидатов, которых выставили. И, в общем-то, руки у фальсификаторов будут развязаны по самой локоть. Однако я предполагаю, что нынешняя концепция выборов будет такая. Никто не будет вовлекать тысячи несчастных и достаточно уже озлобленных учителей, членов участковых избирательных комиссий в эти утомительные, изнурительные фальсификации. В конце концов, каждая фальсификация – это уголовное преступление. Я полагаю, что поступят до изумления просто. А именно, возьмут и напишут конечный итоговый протокол выборов. Вот то, что ЦИК заявит в качестве результатов выборов. Просто будет оглашено, что кандидат набрал вот столько-то, столько-то процентов, явка была вот такая, вот такая. То есть по итогам вот этого трехдневного фарса объявят победу искомого кандидата, назовут пристойные и абсолютно непроверяемые проценты явки и голосования за этого кандидата и попросту сделают в конце честное лицо. Вот примерно так. Я думаю, что в этот раз не будет вот этих вот фактических массовых злоупотреблений. Будет одно, но очень большое злоупотребление в самом конце, в итоговом протоколе. Безусловно, у вас напрашивается закономерный вывод. Мы, избиратели, не способны никак повлиять на результаты выборов и, дескать, опускаем руки и расходимся. Ну, по крайней мере, в процессе так называемых выборов мы действительно, судя по всему, не можем всерьез повлиять на их результаты. Мы разобрали все четыре сценария поведения, и ни один из них не привел нас к какому-то существенному влиянию на итог выборов. То есть, что бы мы ни делали, в конце концов, все равно можно переписать итоговый протокол. Вот такой выбор у нас появился. То есть, вот такой вывод мы делаем, по крайней мере. Но очень важно понимать, как итог выборов будет воспринят населением. И как после выборов население будет относиться к так называемому новоизбранному Хабирову. Если в 2019 году избрание Хабирова, пускай даже с результатом выше, чем у Владимира Путина, было воспринято большинством как более или менее правдоподобное, то в 2024 году дорогой Радий Фаритович рискует стать голым королем. Если большинство поодиночке будет знать, что за него не голосовало, и если эти полтора-два миллиона избирателей у себя на кухнях придут к такому выводу, а впоследствии каким-то гипотетическим образом соберутся в некий клуб не голосовавших за Хабирова, это и вовсе может сделать региональную власть нелегитимной. А это очень опасно. То есть нелегитимность в сознании людей это тоже достаточно серьезная и большая опасность для нынешней власти. Именно поэтому я резюмирую все сегодняшние путанные рассуждения примерно так. Голосовать за кого-то кроме Хабирова, чтобы показать, что вы не согласны с Хабировым, это чревато отдать голос Хабирову. Как бы парадоксально это не звучало. Рвать бюллетень или портить его каким-то иным способом это тоже ноль смысла и есть вероятность того, что вы тем самым опять поможете Хабирову. Не ходить на выборы это хотя бы иметь шанс быть непричастным к тем результатам, которые нафантазируют власти, которые нам потом покажут. Вы по крайней мере будете точно знать, что вы в этом не участвовали. И согласитесь, непричастность к злодейству или хотя бы к глупости. Это не так уж и плохо и не так уж мало. При отсутствии смелости что-то деятельно предпринимать, либо при отсутствии каких-либо здравых вариантов. То есть лично я никакого здравого варианта во всем этом выборе не нашел. Потому что чистая совесть это хотя бы спокойный сон. Хотя бы вы не будете говорить себе, что да, я ходил, я там что-то поставил галочку и теперь не знаю, что с ней там приключилось. Вот собственно картина при более глубоком разборе, картина того, что нас ждет в сентябре 2024 года.